Здравствуйте! Ровно 70 лет назад школьники начинали активно готовиться к экзаменам. Вот пишут, что в школе номер 9 состоялись родительские собрания. Родители серьезно, ответственно относятся к предстоящим экзаменам своих детей. Дома ребятам создаются все условия для подготовки, их освобождают от домашних работ, заботятся об улучшении питания. Однако имеются и противоположные факты. Например, в Шиловской сельской средней школе родители отрывают семиклассников для домашних работ. И ни сельский совет, ни директор школы не разъясняют родителям вредности. В школах должна быть создана обстановка требовательности, подтянутости и строгости необходимых в эти дни. Обстановка деловой, спокойной работы, как для учителей, так и для учеников. Нужны не зубрежка, а плановерное повторение и так далее. В общем, дальше идут своего рода заклинания на отличную сдачу экзаменов. Есть в газете и другие своего рода заклинания. Вот, например, «Сталин солнце, гори и свети богатырским здоровьем цвети, людям всех стран и времен». Ну и если продолжать такую заклинательно-магическую тему, то как не вспомнить о таком волшебном предмете, как партбилет, который коммунист настоящий должен хранить как зеницу ока, но на пленуме обратили внимание на то, что отдельные коммунисты допускают беспечность и непростительное ротозейство при хранении партийных документов. Ну и еще в этом номере публикуется фрагмент выступления Черчилля по радио, который рассказывал о том, о роли поддержки Советского Союза и Соединенных Штатов в победе. Черчилль указал, что за то время, как союзные войска открылись западом пусть в Германию, с другой стороны, с востока, могучие военные силы русского народа, всегда сковывавшего больше германских сил на своем фронте, чем мы могли это делать, стремились вперед, чтобы встретиться с нами в сердце Германии. А 60 лет назад горожане жаловались, что в Нижнем Тагиле мало зеленых массивов. Их можно пересчитать по пальцам. Городской парк культуры имени Бондина, парк новотайгельских металлургов, парк в Рудном районе, несколько садов и скверов. И, в общем-то, все количество, явно недостаточное для многотысячного населения. Пишут, что в этом отношении характерно положение в Зержинском районе. В соответствии с пожеланиями трудящихся, в районе Пехтовой горы было отведено место для парка вагоностроителей. Но с тех пор прошло несколько лет, никто парком не занимается, а территория, отведенная для парка, частично используется жителями под огороды. Зелень и молодые деревца уничтожаются. Проблемы и с существующими парками, отмечает газета. Вот, например, пишут, что парк Бондина готовится к торжественному открытию сезона. Уже произведена подрезка деревьев, начат ремонт осветительной системы, начато строительство кинобудки для стационарной киноустановки. И красят уже фотопавильон, который будет обслуживать посетителей. Но значительным упущением руководства является полная неподготовленность коллектива к проведению политико-воспитательной работы в летний сезон. Пишут, что в парке отсутствует даже наглядная агитация. Стенды и макеты будут в основном старые. А где же новые плакаты? Диаграммы об основе основ нашего хозяйства, социалистической промышленности, о борьбе за здоровый быт и о борьбе народов за мир. Редактор субтитров А.Семкин